Вы смотрите новости. Здравствуйте. Сейчас эфир продолжает брифинг СЦК. Альматы Қаласының прокуроры Берік Жүректаев Алматтан тікелей байланысқа шығып отыр. Қанаттан Ярылы, Берік Қаншпегілі сәлемет сіздерме. Сізден нақты толғақпырат күтемі салғашы сөз кезегі Қанаттан Ярылына сұнамын мархабад. Құрметті журналистер, және қалатыр ондары, ең алдымен Алматта ғоқығалар кезінде қаруылан кестіктің, зорлық зонбылықтың құрбаны болған полицияның, әскерелердің және бейбіт тұғындың туыстарымен жақындарына көңін айтамын. Алматыдағы жағдайға келетін босақ күшінші қаңтарда, еліміздің батысындағы шерулерді қолдау мақсатында қалада заңсыз жиндар өтті. Қаланың әртіп күрінде 200-ден 2000-ға дейін азаматтар жиналған жиндар өткізілді. Жергілікті атқару шоғындармен, сондаяқ прокуратура қызметкелермен алдын алу түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар бұл күні наразылық білдірушілерін тарапынан өріске зам құзушылық тіркелмеді. Қанқардың төрінші күні Алматы арена мұз айдында 2000-ға жоқ наразылық білдіруші жиналды. Сондаяқ шығыз айналым жолының маңында бір топ адамдар заңсыз науқан өткізді. Қаланың басқа бөліктерінде жиналғандар саны 500-ден 2000-ға жоқ қа адамға дейін жиналды. Олармен де түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бағарлық жағдайда полиция қызметкелері бейбіт жиндар кезінде қоғамдық тәртіп сақтау, қорғаудық қамтамасы етудің бұрын әдірленген алгоритм бойынша жұмыстеді және қарусыз болды. Рыс құлып сайын, шығы сайын алым жоғы төлебе көшелерінің бойында жолдарды жауып, көлік қозғалысын тоқсатту-тоқсатту әрекеті жасалды. Бағарлық осы директор бойынша полиция қызметкелері оқы орына барды. Әрине күштердің қаланың әртүрлі бөліктеріне жұмылдыруға әкеліп соқты. Шер үшілердің саңының артуына байланысты оларға ланкестіктер, мен радикалды экстремендер қосылып, жиналданғандарға билікпен полицияға қарсы агрессивтеп әрекеттерге бағыттау, әкімдік ғимараттың басы болуға шақырды. Бағарлық әрекеттер мақты және үмдастырылған болды. Адамдар жиналған орында таяқ, бита, бұрчатқы, тастар, бөтілкеге бензин және ал көгіл үмдасқан түрде әлк келінді. Қала орталығында төлі бейданғылындағы туатвар тақталарын бөлшектей бастады. Осыған орай, мен қоғамдық қауысылдық қамтамасыз ету адаматтардың өмірімен мүлкін қорға мақсатында арнайы жеде жоспар еңгіздім. Дабыл бойынша гарнизонның барлық жеке құрамы көтерілді. Қалада қала көшелерінде сайы бақтарда, алаңдарда қосынша полиция жасаптармен ұлттықланның әскерек қызметкері қойылды. Стратегиялық нұсандармен түршілікті қамтамасыз ету нұсандарды қорғау күшетілді. Осы вақытта лангестер бір мезгілдеп қаланың әр жерінде патрульді жасақтарға шабуылдай бастады. Лангестіктердің басқа топтары бір вақытта қару жарақ дүкіндерін басы балды. Олардан сол жерден қару жарақ пен оқ дәріккелін емденді. Барлығы бүгінгі таңда 1347 қару ұрланған, оның ішінде 501 мұлтық, 873 сонғылы және 39 ғаз травматикалық қару. Осының барлығы нақты үмдастырылған, олардың сәрекеті топ жетекшілермен үйлестірді. Түскі уақытта кемдегенде оымыңнан астам тұратын шабуысылардың егізі колонасы басы балынған коммуналдық көліктерін көмегімен қошауды бұзы бөтіп, қала әкімдігіне басы алуға әрекеттенді. Оларға қарсы өлімге әкілмейтін құралдар мен су атқыштар, жарты дұбыс шығаратын гранаталар, көзден жасағызатын ғаз қолдандығы шабуыл жосылардың сан жағынан басындығына қарамастан, полиция мен әскери қызметкелердің жаң қиярлық әрекетінің арқасында олардың ойлағаны жүзег аспады. Қимаратты басы балудың екі әрекетті сатыс аяқты алаңнан кейін наразылық танылшылар алаңнан кетіп қалды. Кетер кезде олар 32 көліпті 4-5 өрт сөндіру көлігін өртеп жіберді. Оларды зардап шеккендерге медицинал көмерсі көрсеті үшін келе жатқан 30-дан ақтам жидел жерден көлігіне зақым кетірді. Осыдан кейін қаңтардың бесі күні таңға дейін қала полициясы мен ұлтты құланының күшімен барлық барикадалар толығымен жойлып жолдарда жауап тұрған көліктерді шығарылды қалада тәртіп орнады. Сонымен қатар 5-інші қаңтар күні таңыртен әр аудаммен шет аймақтардан қала орталығына бір мезгілде 20 мұн адам жиналды. Олардың жүріп өтуіне жол бермеу үшін Төлепей Назарбай, Сайын Райымбек, Сипулин Райымбек көшелерінде қоршылар қойылды. Сандық қартықшылық пен қаруды пайдалану отырып қызметкерлердің жанқиялық әрекеттеріне және қолданған армайы, техника қарамақтан олар бірнеше қорған шевім бұзып өтіп, полициялерге денежара қатын салып көліктерге зақым кетірді. Одан кейін республик алаңына жиналған мұндаған шабушылар әкімдік ғимаратты басы болуға тағы әрекеттенді. Шепте өлі кенестікті және әкімдіктегі адамдардың тұғыздығын ескері отырып, полиция қызметкерлері қаруды қолданбады. Өйткені көптеген адам шығынан әкелу мүмкінеді. Осыған байланысты полициялер қару қолданбай шебінуге мәжбір болды. Шабулушылар әкімшілікті тонау өртеу арқылы дүниен мүлкін білдіре бастады. Полиция қызметкерлерімен әскери оқ орының құрсанттарын ұрып соғып, мазақтылып, арнайы құралдармен кейіндерін тартып алған. Дәл осы уақытта қаланың әр жейінде солдарлардың көптеген топтары полиция жасақтарын оқ жаудырып қаланы қиратуға кірісті. Таңтардың бесінен алдысына қарған түні солдарлардың полиция департаменттің алмалы, жетсу, әуөзі, бастандық, аудандық бөлімшілерін және жергілікті полиция қызметінің ғимаратын қарулы басы балуға әркеттенген. Осыған байланысты ғимаратты қорғау және әскери қарудың ұрланбауын болдыру мақсатында шабул жасағандырға оқ атылды. Шабул жасаған сағадық. Қымыз келер техниканы, джиптер мен қамазарды, көліктерді қолданды. Шабулданғандар соғыс тактикасын жақсы білетін өллер мен жарыларды қалдырмай, өздермен бірге алып кететін кәсіби дайындығы бар адамдар жасады. Түнде олар осал жерлерді зеді шабул таңыртенге дейін жалғасты. Лангестердің арасында полиция департаментің ғимаратын жаңында көк қалатты үйтін төбесінде полиция департаментіне оғатқан снайперде біре болды. ғимарат атқыланды, жанатын онтағы бар бөтілкілі лақтырылды. Айта кетейін ол кезде олар тек күшетілген кезекші жасақтар қорғады. Олардың батылдығы мен ерлік арқасында ғимарат басып алынбады. Сонымен қатар қарулық қымыз келер қалар көшет бене берекет оғы жаудырып кезесе ғоты паразатқан адамдарды. Дүкен сатып ауызылар мен көлікті беруден бас тарпқан жүргішілерді өлтірді. Осында жағдайда алтын шыққан тарпыны режиссер Сәкен Битайып өлтірілді. Сол күні кешкі сағат 9 жарым самасында Алматы қаласын әкімдің жанды, әкім бақшын әбдұру Сағын Тайыптың қарты жінеде оғы жаудырылды. Қастандық салдарынан Алматы телеканалының қызметкері қазатау тағы ұш адам оның үшінде әкімшіліктің екі қызметкерлері жарыланды. Содырлардың әрекеттері бі үмдастырылған, бейліктің беделінен ұсқан делдіру үшін қымыскерлер полициялар мен әскери қызметкерлердің кейімін кейіп алған, алаңның периметр мен қалаңын орталық көшесінде 493 бене бақылу камерасын істен шыққан, жолдарды тосқауын қойырылды, периметрді айналасында бақылушылар оны алыстырды, 5-4-5 адамнан құралған ланкестер басып алған көліктерді мемлекеттік нөмірсіз жүрген. Қозғалыс кезінде полициясы жақтарымен блокпостырға оқ атылды. Қару жарақпен әскери техниканы тартып алымақ сатында Қорғанес министердіңінің әскери бөлімдеріне шауылу жасап әрекет жасалды. Олар Алматы қалқаралық әуежайын басып алған, Сауда және ойынсау ғорталының қаржы ғиміраттарын шауыл жасалды. Қаланың әр түпіріне бір мезгілде әр түрлі ғиміраттарға мейна қойылған атыс шауыл туралы жалған қабырламалардың көптеп түшкен атап өткін кереді. Бұл тактиканы ланкестер полициясы шаршатып күштерді қосал ету үшін қолданған. Ел президентінің Алматыда төтінші жағда еңгізіне және қорғаныс министерінің бөлімшелер мен, қалағы күругі байланысты полициясының айтарылықтай күштердің ғиміраттар мен стратегиялық сандарды қорғауға босатуға және конститулғың заңғылықты қалтына кетіру негізінде міндетін жүрегі асырға мүмкіндік туды. Осы күнгі дейін арнайы орғындардың қызметкелермен және әскерлермен бірлесіп қаланы тазарту бойынша лангестике қарсы үш шара жүргізілде. Қылмыскелермен қоймалардан қаруылар тәлкіленілде. Тәртіпсізік кезінде 356 көлік зақымданды және жойылды. Оның ішінде 160 полиция қызметтік көлігі. Шығыл түрде дәлдеме базасы жиналды. 102 сигналдары жауап беру жүйесі қалпына келтірілді. Шақыруға күшетілген патрульдік жасақтар жіберледі. Құққыз ұшылықтар тұралы әрбір дабыл мұхият тексерледі. Бүгінгі таңда қалада жағдай тұрақты. Коммуналдық нысандар мен тіршілікті қантамасыз ету жүйесінің жұмысы қалпына келтірілді. Құрметті азаматтар, осы мүмкіндікті байдалана отырып, мәжбүрлі шектеулерге шынамдылық мен таңтуды сұраймын. Сабырлық сақтауға, және әсіресе лангестікке қарсы, ұс саралар жүргін жатқан аумақтарда сақтық шараларым сақтауға шақырамын. Арандат ұшылға ерменіз, және барлық күдікті фактлер, және адамдар туралы полицияға қабырланыз. Осылайша сіз елдегі тәртіпті қалпына келтірілді, құрғы орғындарына үлкен көмек көрсетесіз. Құрғы қалпынат ұшылға қалпынат ұруқ ұлған ұрақ ұрғындарын. Құрғындар ұлға қалпын көртін әсіресіптелі, өмек көрсетесіптін қырғындарын. Жәнген қалпынат ұрындарын жақсы қалап мұрындар. Хотел вкратце доложить ситуацию. 3 января в городе было проведено незаконное шествие в поддержку митингов на западе нашей страны. Сборы проводились в различных частях города. Количество их достигало от 200 до 2000 граждан. Местными исполнительными органами, а также сотрудниками прокуратуры проводилась разъяснительная профилактическая работа. При этом грубых нарушений в этот день со стороны митингующих зафиксировано не было. 4 января возле Ледового дворца Алматы-Арена собралось около 2000 митингующих. Также возле Восточной обездной дороги устроили незаконную акцию, перекрыть движение. Одновременно с этим количеством собравшихся в других частях города доходило до 5000 человек. Мы с ними тоже проводилась разъяснительная работа. Во всех случаях полицейские работали по выработанному алгоритму в обеспечении охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены. В то же время так называемые протестные акции стали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Цайна, Восточной обездной дороги и Толюбей. Во всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные насильственные действия против власти и полиции и к захвату Зани Акимата. Все эти действия носили четкий, слаженный характер. На месте сборов организованных проводов подвозились палки, биты, бурчатки, камни, бензин в бутылках и алкоголь. Центры города по улице Толюби стали разбирать твотварные плитки. В этой связи мною в целях обеспечения общественной безопасности, защиты жизни и имущества граждан был введен специальный оперативный план. По тревоге поднят весь личный состав гарнизона. На улицах города, парках, скверах выставлены дополнительные наряды полиции и военнослужащих национальной гвардии. Усилена охрана стратегических объектов, объектов жизнедеобеспечения. В это время террористы одновременно в разных частях города нападали на патрульные наряды. Это носило четкий организованный характер. Их действия координировались руководителями групп. Обедное время основная колонна нападавших численностью не менее 10 тысяч человек с помощью захваченной коммунальной техники прорвали оцепление и ощутили попытку захвата городского Акимата. Против них мы применили средства нелетального действия. Водометы, светошумовые гранаты и слитоточивый газ. Несмотря на численные превосходства нападавших, благодаря самоотверженным действиям полицейских и военнослужащих им это не удалось. После двух неудачных попыток захвата здания протестующие покинули площадь. При отходе они подожгли 32 единицы служебного и нового автотранспорта, 5 пожарных машин. Также они повредили более 30 карет скорой помощи, направляющихся для оказания медицинской помощи пострадавшим. После этого силами полиции, военнослужащими и национальной гвардии до утра 5 января были полностью разобраны все баррикады, убран транспорт, переградавших дороги. В городе был восстановлен правопорядок. Вместе с тем на утро 5 января одномоментно в разных районах окраинных центров города направились 20-тичная толпа. Для пересечения их движения на их пути на улицах Туреби, Назарбаева, Саина Раймбека, Сифулина Раймбека выставлены кордоны. Пользуясь численным преимуществом и оружием, несмотря на самоотверженные действия сотрудников и применение спецсредств, им удалось прорвать несколько линий обороны, нанести телесное повреждение полицейским, повредить автотранспорт. Далее многочисленная толпа нападавших прибыла на площадь республики. Вновь предпринял попытку захвата здания Акимата. С учетом ограничения пространства и плотности людей в Акимате полицейскими оружие не использовалось, так как могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить и не применяя оружие. Нападавшей началось разглавление Акимата и путем поджога и уничтожения муштва. При этом сотрудники полиции, курсанты военноучилища были избиты, подвергнуты издевательствам. У них отобраны спецсредства, форменные обмундирования. Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разгромлению города. Другие группы террористов практически одновременно захватили 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 гладкоствольное, 39 газотравматическое оружие. В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департамента полиции, Амалинского, Джитсуского, Ауэзовского, Пастандырских районных подразделений и зданий местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения краж боевого оружия, мной был введен специальный план для защиты и отражения атак с применением табельного оружия. Я лично находился в департаменте полиции. Мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники, специальной тактики. В качестве тарана использовались джипы, камазы. Нападавшие осуществляли профессионально подготовленные люди, совершенству владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было 7 нападений в морг, которых 41 тело погибших похищено неизвестными лицами. В течение ночи они искали уже места, и штурм не прекращался до самого утра. В группе террористов работали также снайпера, которые ввели прицельный огонь по департаменту полиции с крыши высотного здания возле здания департамента полиции. Всю ночь здания обстреливались, закидывались бутылками с зажигательной смесью, таранились транспортными средствами. Отмечу, что в тот момент полицейские самоотверженно обронялись. Благодаря их мужеству и отваге здания не были захвачены. Наряду с этими вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывающихся отдавать свой транспорт. В таких условиях 6 января был убит режиссер Саким Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль. В тот же день, около половины 10 вечера, рядом с Сакиматом города Алматы, обстрелил подвергся кортеж, которым следователь Аким Бахшен Абдиржи Санитаев. В результате покушения погиб сотрудник телеканала Алматы. Еще 3 человека, в том числе 2 сотрудника Акимата, получили ранения. Действия боевиков были организованными. Целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму полицейских и военнослужащих. Из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения по периметру площади и на центральных улицах города. Баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Террористы передвигались 4 по 5 человек на захваченных автомашинах без государственных номеров. На ходу они обстреливали наряды полиции и блокпосты. Предпринимались попытки нападения на войске и участие Министерства обороны с целью захвата оружия и боевой техники. Также они захватили международный аэропорт города Алматы и вывели из строя навигационное оборудование. Совершено погромы торгово-развлекательных центров и финансовых учреждений. Хочу отметить массовость поступающих ложных сообщений о минировании различных зданий, стрельбе, погромах одновременно различных частях города. Такая тактика применялась террористами в целях выматывания сотрудников полиции. 5 января в связи с введением президентом страны режима чрезвычайного положения в городе Алматы и ввода частей подразделения Минобороны в город удалось высвободить значительные силы полиции от обороны из трагических объектов и сконтрироваться на выполнение основных задач по восстановлению конституционного законности. 6 января по сегодняшний день совместно с сотрудниками специальных органов и военнослужащими проводятся антитеррористические операции по зачистке города. Были выставлены блокпосты с целью контроля на всех вездах и выездах города. В ходе операции группы специальных подразделений ликвидированы баррикады, организованные террористами возле больниц, в том числе расположенных в микроорайоне Калкаман. Параллельно шла ликвидация террористов. В настоящее время продолжается изъятие оружия преступников и схронов. На сегодняшний день в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы, средства и также большое количество похищенного во время мародерства и имущества. Проводятся все необходимые следственные действия. Восстановлена система реагирования сигнала 102. На вызовах направляются усиленные патронные наряды. Тщательно проверяется каждый сигнал правонарушения. Ситуация в городе стабилизирована. Восстанавливается работа коммунальных служб и объект систем жизненоблюдения. Уважаемые граждане, пользуясь случаем, прошу проявить терпение к вынужденным ограничениям. Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антирористических операций. Не подаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах, лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам на ведение порядка в нашем городе. Спасибо за внимание. Благодарю вас, спасибо большое. Я напомню, что перед нами выступал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймирденов. Келесы союз тезгенабир, Куан Шпекулнаус наман. Мархабад. Продолжение следует... 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 Президент резиденциясын мен аэропорты баспалды. Олардың алғынала дайындалған өз әркеттері мен қат кездігі өзір айымдасқан шабуылдар сипатын көрсетті. Өкінішке қарай әріптесі мата көткендей құрбан болғандар бар. Осы мүмкіндікті пайдалына отырып, азаматтарымыздың қауіпсіздігі мен өмірін қорғау жолында қаза болғандардың туыстары мен жақындарына, сондаяқ Алматы трагедиясы салдарынан зардап шекендердің барлығына көнілі айтамын. Қазір барлық құрмыстарды терге өшін құқық қорғау орғандарының тәжірдейлі қызметкерлерінен жастықтылған верім сұварылық тергеу тобы құрылды. Біз террористік актілерге және басқа да құлмыстарға қатысы бар адамдарды аныртап, және ұстам бойынша жұмыстар үргізімдеміз. Құқындық қауіпсіздікті қалпына келтір бойынша шарылар қабылдануда. Қазір ұқық қорғау орғандары 405 қылмыстық үсті тергеуде. Сот санкциясы мен 249 адам қамуға алынды. 2000-ға жуық инсан дұрдап шекті. Безнес кемараттың қалпына келтірге тезірек күрісі керек екенін түсінеміз. Сондықтан тергеушілер оларды тек сүруге басымдық береді. Алдағы күндері барлық жұмыстарды айықтаймыз. Ұқыға орнынан көптеген дәлелдер, заттай айықтар мен қылмыст үздері алынды. Салы, бандиттердің кейімі бене жазбалар қылмыст құралдары онын үшінде 227 қару жарақ алынды. Алынған бене материалдарды қылмысқа қатысы жыларға анықта ұшын қолдамды. Прокурорлар қолмыстық процесін барлық кезеңінде азыматтардың конституциялы құқтарының қамтамысыз өтеді. Етеді, адам құқтары жөніндегі өкілмен, құқық қорғау үйімдарының өкілдерімен адвокаттар алқасымен жұмыс өзіраттығыз бәдінсті жүргізіледі. Күдіктілерді ұстау жағдайларын тәуелсіз бағылау үшін, оларға терге өзілеаттырыларына күрі мүмкіндігі берілді. Құлмыстандарда пшекен азаматтарды уақытылы тануға ерекшен адар аударылды. Бұл өтема қолу үшін маңызды. Прокурорлар, президент тапсырмасына сәйкес, ауыр құлмыстары жоқ адамдарға жазаны женілдету бойынша тиісті шаралар қабылдады. Жасалған күкік бұзушылықтарды лайықты бағалаймыз. Осы жағдайлардың барлығын ескере отырып, қалап прокуратурысы 71 адамға әкімшілік жазаларды женілдетті. Біз ұақша ұстау изоляторларынан 91 адамды босаттық. Бұл бағыттағы жұмыстар жылғасын таппақ. Құрмет азаматтар, қалда интернет жүйесі қалпына келтірілді. Құрмет азаматтық қоғамның барлық институттары жұмыс істейді. Қалда тероризмге қарсы аферасы жылғасыда. Барлықтарыңыздан коментанттық сағат талыптарын сақтау сұраймын. Фектермен арылдаушылыққа жол бермеге шақырамын. Сонымен қатар, егер сіз ұқықорға орғандары тарапынан, сіздің құқтарыңызды бұзылуына немесе теріс бәдалушылыққа тап болсаңыз, прокуратур орғандарына қабырласыңызды сұраймыз. Азаматтарды күнде қабылдау жүргізіледі, біз әлеметік жерлер арқылы онлайн режимде жұмыс істейміз. Ожайымайы ғыражданым, хронология трагических событий всем известно. Как сказал мой коллега, на сегодняшний день ситуация в городе стабильная. Отмечу, что с первых дней я и все сотрудники прокуратуры были в эпицентре событий. Мы видели организованную агрессию со стороны бандитов. Они захватывали спецтехнику, пожарные автомашины, автобусы, которыми таранили силы правопорядка. Повсеместно уничтожали камеры наблюдения, использовали брусчатку и другие подручные средства для совершения преступлений. К примеру, было подражено одно из зданий прокуратуры, где в этот момент находился весь личный состав. Благодаря решительным действиям подразделения ЧАЭС удалось сбить пламя, эвакуировать наших сотрудников. Их спасали из горящего здания. Преступники целенаправленно захватили охотничьи магазины, штурмовали полицию и минули оружие, чтобы нападать на сотрудников правопорядка, устрашать мирное население и продолжить свои теракты. Громились здания, блокировалась работа пожарной и медицинской помощи. Правоохранительные органы на тот момент считали, что это просто озлобленные митингующие. Поэтому, несмотря на все совершенные преступления, силовики оружие не применяли. Сейчас уже понимаем, что боевики использовали акции протеста для своих целей. Мирных жителей, вышедших на улицы, они применили в качестве счета от нападения и убийств. Уверен, увидев все совершаемые бандитами зверства, простые граждане разошлись по домам. С 5 января в городе орудовали только бандиты и террористы. Это уже не было мирным протестом. Мы столкнулись с актом терроризма. Были захвачены здания Акимата города, аэропорт и резиденция президента. Характер, подготовленность, жестокость и синхронность действий свидетельствуют об их организованности. К сожалению, как сказал коллега, есть жертвы. Пользуясь случаем, выражаю соболезнования родным и близким погибших, защищавших безопасность и жизнь наших граждан, а также всем, кто пострадал в результате алматинской трагедии. Сейчас для расследования всех преступлений создана межведомственная следственная группа из числа опытных работников правоохранительных органов. Мы работаем над восстановлением и задержанием всех причастных к террористическим актам и другим преступлениям. Принимаются меры по восстановлению общественной безопасности. Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел. Санкции суда взяты под стражу 249 лиц. Отмечу, что по городу от рук преступников пострадало порядка 2000 объектов. Мы понимаем, что бизнесу необходимо быстрее приступить к восстановлению своих зданий. Поэтому в приоритетном порядке следователи проводят их осмотр. Закончим в ближайшие дни. С мест происшествия изымается большое количество улик, вещественные доказательства и следы преступления. Это одежда бандитов, видеозаписи, орудия преступления, в их числе 127 единицы оружия. Полоченные видеоматериалы используются для установления и последующей идентификации участников преступлений. Работа ведется в тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека, представителями правозащитных организаций, коллеги адвокатов и палаты предпринимателей Томикен. Им обеспечен доступ в следственные изоляторы для независимой оценки условий содержания задержанных. Особое внимание уделено своевременному признанию граждан потерпевшими от преступлений. Это важно для получения компенсации. Прокуроры принимают меры по исполнению поручения президента в части смягчения наказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств. Подходы здесь индивидуальны к каждому нарушителю. Оцениваем характер и степень тяжести совершенных правонарушений. С учетом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 лицу. Из изоляторов временного содержания нами освобождено 91 лицо. Работа в этом направлении продолжается. Прокуроры обеспечивают соблюдение консольных прав граждан на всех стадиях уголовного процесса. Уважаемые граждане! В городе продолжается антитеррористическая операция. Прошу всех соблюдать введенные ограничения и правопорядок. Призываю не допускать распространения фейков и не поддаваться на провокации. В то же время, если вы истолкнулись с нарушением прав или злоупотребления со стороны правоохранительных органов, просим обращаться в органы прокуратуры. Нами проводится ежедневный прием в онлайн режиме, мы доступны в социальных сетях. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Радикалы похитили больше 1300 единиц и захватили 7 оружейных магазинов. Комендант мегаполиса Канат Эмберденов отметил, что 5 января одномоментно с утра на улицы Алматы вышли 20 тысяч человек. Было предпринято 27 попыток захватить здание департамента полиции. При этом нападавшие забирали с собой раненых и убитых. Совершено 7 нападений на морг, откуда похитили 41 тело. Что, по данным правоохранителей, свидетельствует о том, что в атаке были задействованы лица с опытом участия в военных действиях. Преступники переодевались в военную и полицейскую форму, чтобы дискредитировать силовиков. Стражи порядка не применяли оружие в отношении нападавших на Акимат Алматы, так как это могло привести к многочисленным жертвам и были вынуждены отступить. Свыше 300 единиц автотранспорта повреждено. Из них 163 полицейский автомобиль. В МВД прокомментировали кадры, снятые очевидцем в Алматы в дни беспорядков. Их распространили сегодня в социальных сетях. Автор в видео, напомню, запечатлел момент нападения на силовиков. В МВД подтвердили, что события действительно происходили 5 января на пересечении улиц Шевченко-Сифулина примерно в 15.40. Запечатлен момент, когда сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии направлялись в сторону площади республики. Там наблюдалось численное превосходство бесчинствующей толпы, которая в очередной раз пыталась захватить здание Акимата. Все силы были направлены на площадь для сдерживания натиска нападавших. Как видно, бандиты отбили из идущей туда колонны несколько сотрудников. И группами каждого из них подвергли жестокому избиению. Правоохранители получили тяжелые травмы. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает, сообщила пресс-секретарь МВД Айгерим Урозалиева. Потери экономики Казахстана после январских событий по разным оценкам могут составить до 2,5 миллиардов долларов. Речь идет об убытках, нанесенных погромами, а также остановке жизнедеятельности и блокировке интернета. Но не менее серьезный ущерб может ожидать нашу страну в виде снижения рейтинга привлекательности и оттока иностранных инвестиций. Предотвращение таких потерь и разъяснение ситуации для мирового сообщества занимаются дипломатические представительства Казахстана за рубежом. О том, что делают дипломаты, чтобы сохранить имидж страны в материале Алисы Сдыковой. В эти дни о ситуации в Казахстане говорили все мировые СМИ. Один из главных уроков, с которыми наша страна раньше не сталкивалась, с места боевых событий информация, особенно в эпоху развития социальных сетей, бывает противоречивой. Сдержанность правоохранительных органов в отношении протестующих должна быть упомянута, но мы встретились со стереотипностью и клеймением масс-медиа. Власти действовали с предельной сдержанностью, но, к сожалению, в связи с таким подходом освещения событий не точно отражалась действительность, которая разворачивалась на месте событий. Мотивированность решений властей, в том числе и необходимость введения миротворцев ОДКБ, подробный ход событий – все это разъяснялось казахстанскими дипломатами. Вот спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан в эфире СНН отвечает на вопросы журналиста. «Была сформирована государственная комиссия, которая расследует ситуацию на основании всех имеющихся фактов. Результатами этого расследования мы без препятствий поделимся с нашими международными партнерами и мировым сообществом. Но главное мы можем сказать уже сейчас. Были террористические группы извне и изнутри, которые были хорошо подготовлены и хорошо вооружены, и они пытались захватить власть в больших городах страны». Послы Казахстана в эти дни вещали в эфирах самых разных телеканалов по всему миру. Интервью, круглые столы, посты в официальных аккаунтах, фото, видеофакты, брифинги с прессой. Работа шла и в Нурсултане. Глава МИД страны поделился подробностями происходящего и ответил на вопросы дипломатических представительств зарубежных стран в Казахстане. «Мы все были свидетелями этой трагедии и пережили самый тяжелый за 30 лет независимости кризис в нашей стране. Естественно, что вы все, так же как и мы, беспокоитесь о безопасности своих семей, своих команд и своих соотечественников в Алматы и других городах. Позвольте мне заверить вас в том, что мы приняли все меры для обеспечения безопасности иностранной дипломатической миссии». Такая реакция властей во многом позволила смягчить удар по внешнему имиджу нашей страны и избежать оттока иностранных инвестиций. По данным МИД Казахстана, из страны за эти дни турбулентности не ушел ни один инвестор. По оценкам S&P Global, кредитный рейтинг Казахстана имеет шанс сохранить свой прежний уровень. И это хорошая новость. Но последствия алматинских событий все-таки сказались на доверии к отечественным компаниям. К примеру, рейтинговое агентство МУДИС пересматривает деятельность 10 казахстанских банков. Реализовать объявленные президентом реформы, объединить силы для дальнейшего развития и восстановить имидж страны как надежного партнера. Нынешняя задача дип-ведомств, фугус-аппарата и всего казахстанского общества. Альяса Сдыкова, Айдана Карибжанова, Мюрвертка Нагад, Руслан Омиржан, Хабар 24. Сейчас об эпид ситуации в стране. Цифры по-прежнему растут. За минувшие сутки зарегистрировали больше 13,5 тысяч новых случаев. Рекордсменами по числу заражений остаются столица Алматы и Карагандинская область. Лечения получают около 68 тысяч казахстанцев. Из них в стационарах больше 6 тысяч. 44 пациента на аппаратах ИВЛ. По данным матрицы оценки эпид ситуации на 16 января в зеленой зоне не осталось ни одного региона. В желтой – три. Это Восточно-Казахстанская область, Североказахстанская и Туркестанская. Все оставшиеся в красной зоне. В Грузии вновь ухудшается эпид ситуация. Шестую волну пандемии спровоцировал новый штамм Омикрон, который зафиксировали в стране 20 декабря. Распространяется он стремительно. За сутки выявляют до 5,5 тысяч заболевших. Это в два раза больше, чем в декабре. Как оценивают ситуацию грузинские врачи, выясняла Юлия Тужилкина. Головная боль, насморк, общая слабость, реже температура. Такие симптомы при Омикроне отмечают грузинские инфекционисты. Болезнь протекает легче, но распространяется быстрее. Если сейчас Омикроном болеет около 40% всех инфицированных, то к концу месяца увеличение показателя прогнозируют до 60%. Медицинский сектор пока может справиться с числом зараженных, но есть вероятность, что число инфицированных возрастет в 2-3 раза. Тогда уже сложно будет управлять эпидситуацией. Из имеющихся 9 тысяч мест в больницах страны сейчас занята почти половина. 280 пациентов в реанимации и тысячи на интенсивной терапии. Пока доминирует дельта-штамм, но при широком распространении Омикрона при необходимости Минздрав развернет и полевые госпитали. Только единицам, инфицированным Омикроном, понадобилась госпитализация. Ни одному не нужна была интенсивная терапия. И выписали их довольно быстро. Сокращение карантинных сроков связано с формой протекания Омикрона. Да и время инфицирования значительно короче, чем у других штаммов. Если человек без симптомов, то для него 8-дневной изоляции достаточно. С симптомами 10 дней. Омикрон в стране выявили уже у тысячи человек. Циркулирует он в основном в столице. Каждые два человека из трех инфицированных этим штаммом проживают в Дбилиси. Эпидемиологи призывают население прививаться. Уже доказано, вакцинированные болеют реже и легче. К тому же до конца января продлили бонусную программу. Те, кому за 50 после прививки получают материальную поддержку в размере 65 долларов. С 17 января открываются школы и детские сады после зимних каникул. С возрастающей мобильностью учащихся возрастет и количество заболевших. Медики прогнозируют до 15 тысяч инфицированных в сутки. Юлия Тужелкина, Шалова, Сур-Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. В Кыргызстане четвертая волна COVID-19 за неделю резко увеличилась число заболевших. По данным Минздрава, Бишкек сейчас в красной зоне. Общество красного полумесяца запустило свою скорую помощь дополнительно к уже существующим бригадам экстренной неотложки. С подробностями наш собственный корреспондент в Кыргызстане Бакут Чермашев. За последние три дня ежедневный прирост заболеваемости в республике составил 30%. Чаще всего болеют в Бишкеке в четыре раза больше, чем в регионах. За последние сутки в столице выявлено 586 новых случаев коронавируса и вне больничной пневмонии. В то время как в самом отдаленном регионе Баткенской области всего пять. Общество красного полумесяца Кыргызстана решило запустить автомобиль неотложной помощи для того, чтобы взять на себя дополнительную нагрузку, которая легла на плечи столичной станции скорой помощи. Нам удобно работать со службой 118, где, например, мы взаимодействуем по степени, да, то есть они, их специалисты выезжают на место, сделают забор ПЦР-теста и так далее. И, к примеру, нужно госпитализировать этого человека, он там нетранспортабельный, или ему нужна кислородная терапия, которую служба 118 как бы в силу своих функций, это в ее задачи не входит. Здесь мы уже подключаемся и берем вызов от них. Медики Бишкекской станции скорой помощи такой поддержки только рады. Из-за роста числа заболеваний коронавирусом медики вынуждены обслуживать поступающие заявки дольше, чем обычно. Ухудшает ситуацию статистика острых респираторных заболеваний, которая в зимний сезон традиционно повышается. Вместе с этим у столичной экстренной медицины есть и кадровая проблема. Из-за невысокого заработка и недостаточного технического обеспечения на станцию скорой помощи идут работать немногие. Дефицит врачей и нехватка автомобилей стали особо устро ощущаться во время пандемии коронавируса. Есть расчет, одна круглосуточная бригада на 10 тысяч населения. То есть на наш город, вот у нас официально стоит на учете 1 миллион 48 тысяч. Это в центрах семейной медицины. Нам как минимум нужно 100 бригад. Сейчас показатель распространения инфекции превышает 3,4. Именно столько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости. По данным Минздрава, вакцинацию прошли больше 1 миллиона 200 тысяч каргастанцев. Между тем, в республике выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса омикрон. После изучения ПЦР-тестов 165 пациентов Республиканской инфекционной клинической больницы, у двоих из них подтверждена южноафриканская форма инфекции. Бакыч Ермашев, специальная для Хабар-24, Бишкек, Каргастан. В завершении выпуска о погоде на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей метель и гололед. В восьми регионах в условиях ограниченной видимости закрыты отдельные участки дорог. На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова